хочу попросить вас сказать несколько слов еще о другом большом проекте вот альха м как вообще эволюция альхи как и как ваше видение так сказать финишного процесса по проекту альха вы знаете хороший вопрос обозначение темы которая еще раз показывает последовательность нашего продвижения то есть мы не хватались за пусковые сразу за какие-то большие проекты которые требуют много денег вот мы оттуда и отсюда будем стрелять нет мы взялись сначала повторить в украинском варианте ракету системы залповая дня смерч а потом и будем говорить улучшить ее то есть мы тоже прошли две стадии первая стадия это повторить при этом мы успешно приняли технические решения те которые способны наша промышленность изготовить и доказали что это имело положительный результат и второй момент улучшить то есть что значит улучшить увеличить дальность и точность мы тоже с этим справились скажу так мы до конца года должны провести государственные испытания мы готовы серийно изготавливать альху мы готовы серийно изготавливать точнее завершить альху м и ее начать серийно изготавливать вот эти ракетные программы которые ну не являются например как противотанковые ракеты там 5 километров они даже не тактическими являются ракеты которые отражение там будем говорить сухопутных определенных огневых ситуаций это действительно ракетное уже вооружение которое обеспечит высокоточное достаточно мощное с точки зрения огневой мощности своей поэтому наверно я считаю что и правительство и руководство страны а также и наш основной заказчик наши сбройные силы они постараются над тем чтобы было выделено финансирование на эти составные части следующее вопрос может показаться некорректным но тем не менее мне бы хотелось бы его задать где-то в кулуарах я слышал что порядка полтора десятка может быть там может быть чуть меньше смежников в проекте ольха и скажем один из смежников является поставщиком топлива и вот поставщик топлива получает более 30 процентов от этого проекта это вообще ну как бы справедливо несправедливо и все в чем здесь интрига да здесь нет никакой интриги просто все зависит от ценообразования на каждом предприятии вот естественно стоимость компонентов топлива стоимость компонентов отдельных других технических будем гироскопов электроники непосредственно корпусных деталей которые являются для ольхи очень существенно критичными вот поэтому наверное некорректно говорит то сколько получает потому что как знаете без гвоздя и не получится две доски сшить так поэтому это вопрос вообще говоря заказчика потому что заказчики имеют своих представителей он может организовать комиссии он он собственно это и делает и естественно в конечном итоге мы работаем по принципу заказчик пересчитал все затраты приняла их вот она цена то есть наверное можно удешевлять все составные части особенно и топлива пока она у нас дороже чем европейская цена но для начала для начала то что мы сумели организовать на павлоградском заводе производство топлива именно то что называется боевым снаряжением двигателей боевым снаряжением ключ это уже заслуга украины и каким образом мы дальнейшем будем удешевлять эту составную часть но над этим мы работаем я думаю что здесь как говорилось руководителями павлоградского завода тут что тут скрывать значит что они топлива данные компоненты могут выделять из старых двигателей баллистических ракет ну как бы очень здорово поэтому я думаю они уменьшат цену своей составной части благодаря тому что данное увеличат возможность для заказчика заказывать больше да совершенно верно да совершенно верно еще один вопрос вот весна этого года она такая какая-то плодотворная для кабы луч реально так и одно из сообщений такое очень любопытно интересно на мой взгляд это то что вы традиционно сотрудничая с мотор сич работаете над увеличением дальности ракеты вертолетной и создаете ракету дальностью 10 километров вот можете немножко рассказать об этом проекте потому что украине на самом деле очень очень нужен боевой вертолет что я могу сказать принципе увеличение дальности ракеты там скажем вертолетной до 10 километров это ну больше наверное политический момент точнее рыночный момент то есть у вас на 8 а у нас на 10 километров здесь уже и на 12 вот это рыночный момент потому что у нас и до этого вы знаете и мы экспортировали удачно в азербайджан вертолетные ракеты 8 8 километров надо наверное больше и точнее говорить о комплексе комплексе противотанкового вооружения вертолетном комплексе который содержит оптика прицельную станцию боровое бортовое оборудование пусковые и непосредственно ракету и вот это самым сложной частью вообще говоря является оптика прицельная станция вы наверное в курсе что мы данную станцию разработали совместно с нашим ну тут на выставках везде показывается изюмским приборостроительным заводом она хорошего качества в данном случае слова качества я подразумеваю уровень стабилизации уровень точности определения будем говорить вес уменьшить ну да ну по сравнению скажем с макетными образцами и это позволяет говорить там что украина может опять-таки по замкнутому циклу выпускать высокоточный вертолетный противотанковый комплекс сейчас мы говорим что да мы имеем все составные части и мы ни от кого не зависим опять таки это ну позволю себе сказать что по нашей инициативе кобылович была сделана эта работа более того она пока не финансировалась министерством обороны до добавили немного добавили энергетики добавили мощности боевой части система наведения и управления данной ракетой она уже тысячу раз отработана на противотанковых ракетах здесь нет никаких технических трудностей и мы ее завершим вы говорили что еще в 2016 году вы защитили военное ведомство приняло большой аванпроект по системам повод которые вы предложили разработали на лицо у нас три должно быть должно быть три системы по и мы имеем так как таковые вот его ближние ближние зоны то есть это его охраняющие походные колонны до сухопутных войск до 10 километров в том повод который обеспечивает также охрана сухопутных войск но примеру до 20-30 все называют комплекс бук со своими 34 там 3 40 километрами да наверное это нужно это сама жизнь потребовала такое деление и естественно есть комплексы типа с 300 которые начинали в 75 километрах сейчас говорят о двухстах трехстах километров и так далее да хотя этого никто не проверял и никто не знает достоверно ли это вот но то что опять же скажу со слов одного профессионального разработчика не в нашей стране так сказать пво который будем говорить скажем так прошел от училища пво и заканчивая так сказать конкретными боевыми стрельбами то я опираюсь на его мнение что комплекс за 100 километров наверно это уже как бы экзотика защищать свое небо это сам бог велел так сказать но говорить 200 300 километрах дистанцию наверно занадто вопрос другом и есть такие у нас комплексы вы знаете с 300 с 200 недавно там ну как недавно лет 10 назад сняли с 125 комплекс вооружения печора вот имеем буки это самое имеем тоже комплекс на 10 точнее он на 5 километров стрела 10 вы знаете такой комплекс на мтлб от анкетки которую нас тоже очень много то есть я уже как-то один раз в интервью говорил что нам повезло с этой точки зрения когда выводили войска из западной европы у нас есть и иглы и стрелы и стрелы имеется ввиду пзрк то есть с плеча у нас есть стрела 10 у нас есть торы у нас есть с 200 у у нас есть с 300 на те самые 100 километров у нас есть буки у нас есть кубы то есть у нас есть очень большой набор этих комплексов но фокус том что элементная база на этих комплексов вон 30 летней давности она выходит из строя и поддерживать рабочем состоянии эти комплексы все тяжелее тяжелее что плохой комплекс с 300 советский который у нас стоит на вооружение вот такой хороший если бы кабалуть предложили взяться за продление ресурса ракет мы и делали это но фокус том что что такое продление ресурса я может быть выражусь для тех кто не совсем профессионально понимает это выражение продление ресурса это не ремонт и не восстановление это берутся годные ракеты по аппаратуре контроля этих ракет и потом исследуется спецхимия так называемые боевые части воспламенители то есть вся пиротехника и вся и будем говорить топливные заряды и говорится да они еще работоспособны они безопасны и можно еще продлить там на 3 на 5 на 2 года но извините меня многим из них уже более за 30 лет 33 35 лет поэтому извините и продлевать страшно потому что все-таки проходят химические различные преобразования в том же топливе начинается кристаллизация и если взрывчатка мы знаем все применяют все страны взрывчаток типа в миллион на применяют все ну типовые тротил иксоген октоген акфол по-другому называть почему а потому что они должны иметь практическую применяемость какую долго быть на сохранении быть устойчивым колебанием температуры не разлагаться не преобразовываться и так далее их всего оказывается 234 типа остальное все это экзотика которая там по мощности побольше так далее но такая штуковина полежит там год-два и сама может взорваться ну так образно выражаясь поэтому мы говорим что и топливо у нас примерно идентичные у всех я имею ввиду и украина и россия и америка и китай потому что все они состоят они так и называются двухкомпонентные это окислитель и непосредственно горючая которая является одновременно полимеризатором то есть тем составом который делает это топливо твердым упругим вот и вот здесь вот здесь мы говорим товарищи ну продлим еще отберем их там из двух тысяч ракет выбросим там отберем тысячу годных потом из тысячи через пять лет отберем 500 годных и так далее но извините меня это все уходит 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 они становятся небезопасными при пуске и такие случаи есть поэтому разрабатывать свой комплекс нужно не только как бы из-за того вот нам нужен нужен свой комплекс а из-за того что потом мы можем оказаться без комплексов вы знаете сколько стоит нормальный комплекс патриот например это огромные деньги огромные разработать такой комплекс можно там за 40 50 миллионов долларов мы готовы это сделать это самое но для этого должна быть воля политическая финансовая и воля генерального заказчика но опять же вот есть такой очень серьезный наверное опыт вот модернизации системы по эфиопии где кабы луч приняла нам такое грандиозное участие как бы и вот технология которая делалась отрабатывалась для иностранного государства она может быть использована для себя да конечно мы собственно говоря и предлагаем такое то есть опять же двигаться с нуля очень тяжело надо двигаться с какого-то уровня и его продолжать вот мы да действительно модернизировали комплекс печора ну и кабы луч принимала участие модернизации самой ракеты мы просто выбросили всю электронику и поставили свою естественно при этом можно вложить новые качества как по наведению так по точности и так далее при той же самой как я говорю телеге то есть ракетном двигатель боевой части и аэродинамического облика появилась активная головка самонаведение да появилась активная более того мы там поставили пассивную от ракеты r27 пассивную головку и обеспечили всю ту же логику наведения которая существует при пуске ракеты r27 с авиационного носителя поэтому здесь мы не открываем каких-то новых горизонтов более того мы действуем по принципу слепила из того что было то есть как той песенке это самое потому что мы экономим средства таким образом мы достигаем какого-то более лучшего результата да можно вложить деньги в собственный двигатель в изготовление корпусных деталей в технологическую оснастку заливки этого двигателя топливом и так далее и так далее зачем если она готова и если его можно еще там 10-15 лет эксплуатировать кстати об этой философии слепила из того что было то есть насколько я могу понять что ваша философия создания комплекса по сейчас базируется на том что вы готовы использовать от то что уже отработано в серии в данном случае мы говорим когда говорим о таком комплексе говорим о ракетах залпового огня то есть ольхе она имеет примерно нужный калибр она имеет примерно нужную вес дальность и мы готовы ее снабдить головкой при соответствии системе наведения и разработать и изготовить комплекс по его на 100 километров это совершенно реально для этого надо по нашим подсчетам порядка двух двух с половиной лет то есть примерно то на что нас ушло на нептуне вот и после этого мы учитывая что у нас в украине опять-таки я говорю всегда о замкнутом цикле потому что покупая какие-то составные части на стороне да ну попадаем зависимость это как бы один момент мы фактически никогда не способны управлять ценой и наш экспортный потенциал моментально может свестись к нулю тем кто тем что кто-то нам увеличить цену из-за того что не захочет чтобы мы продавали куда-то что-то в данном случае я говорю о том что в украине есть хорошая система локации то есть то есть станции обнаружение целеуказания станции радиокоррекции станции обеспечения командной системы управления ракетой ну и соответственно приемная часть которая должна находиться на ракете и опять-таки головка наведения вот эти элементы высокой технологии и дают основание говорить о том что мы способны разработать свой 100 километровый комплекс техническое задание аван проект и так далее то есть это все налицо и мы двигаемся вопрос только финансирование потому что когда начинаешь взвешивать точнее оценивать суммы которые необходимы на приобретение например патриота и сумму как я ее называю там ну от 30 до 50 миллионов долларов окр на разработку собственного комплекса то это несопоставимые вещи то есть потратить 500 миллионов долларов на покупку одного комплину будем говорить насколько я знаю там дивизиона комплексов того же патриота или но польша заплатила 47 миллиарда доллара я не знаю у нас бюджете вообще в бюджете есть такие деньги я не говоря бюджете министерства обороны вот поэтому даже факт покупки или факт потом его надо сопровождать эксплуатировать это опять расходные материалы это обеспечение постоянного технического обслуживания и так далее и так далее то есть это сумма покупки это всего лишь одна цифра большая а там еще средства эксплуатации это еще я уверен она не меньше чем сумма покупки в результате там за 5 лет на сколько-то интегрировано поэтому я вообще не берусь оценивать это потому что это чисто политический момент и это естественно решает генеральный заказчик вы являетесь наверно одним из может быть из пяти или семи предприятий украины которые ведут активные проекты со странами нато у вас есть проект из бельгии у вас есть проект из польши вот можете немножко об этом рассказать потому что это все таки уникальная ситуация когда украинское предприятие и продает и совместно делает что-то с натовскими странами вы знаете здесь наверное нам повезло повезло в каком плане что да мы явились страной с которым начали взаимодействовать промышленность или будем мыли крупные корпорации с европы и естественно почему они с нами взаимодействуют продукция не хуже а ценовая политика намного удобнее для них это с одной стороны если говорить например о бельгии и с другой стороны если говорить например о польше то там немножко другой уклон получить какую-то технологию и получить как результат своего рода перетащить технологию которая необходима которая ну так как противотанковые ракеты это наиболее упрощенная не стратегическая область военной техники поэтому там и проще всего работать опять же ценовая политика поэтому что да выгодно взять у нас технологию а потом или получать составные части потом там собирать или внедрить непосредственно у себя это нормальная государственная политика она выгодно нам она выгодно и другой стороне но мы надеемся расширять данные взаимодействия потому что мы стараемся чтобы уровень нашего разрабатываем нами вооружение был не хуже мирового вот и учитывая цен на ценовую политику то она всегда удобная для покупателя мы наши цены не сравнить с российскими аналогичного вооружения наши цены тем более не сравнить с европейскими при этом подчеркну еще одно условие что мы как бы не продаем какую-то дешевку а мы откуда такая ситуация что мы умеем я имею ввиду кабель луч вместе со смешником умеем находить технические решения которые не емкие по финансированию это вот это привлекает заказчика потому что мы можем конечно же придумать какую-то систему там супер куча микросхем она это может и это и так далее мы очень прагматично подходим к будем говорить пользовательским свойствам вооружения для и на заказчиков мы поставляли корсар с тепловизором брали его в разных странах у нас под корсар мы провели и свою арчер тот же и будем говорить и французский и английский в своей стране этого не было но мы как бы понимать точнее не мы а заказчик понимает что основное сейчас свойство боевое свойство это стрельба ночи и новое руководство министерства обороны поставил задачу немедленно принять на вооружение корсар с ночным тепловизором ну вот мы что и провели недавно провели так называемые типовые испытания тепловизор получается свой уже мы ведем работу над своим тепловизором но сейчас проще купить недорогой балометрический тепловизор и забывайте корсар это два с половиной километра сейчас уже рынок выбрасывает много балометрических то есть не охлаждаемых тепловизоров которые работают примерно на такое расстояние хорошо работают поэтому мы находим производителей которые по будем говорить скромной цене продает такой тепловизор приспосабливаем его потом производитель соглашается изготавливать его именно вот в таком конструктиве и с таким программным обеспечением для обеспечения передачи изображения и мы с ним работаем но я напоминаю что гостем security talks был сегодня олег петрович коростылев генеральный конструктор генеральный директор государственного киевского конструкторского бюро луч до свидания спасибо до свидания